Врача Андрея Редькина знали почти все жители города Шумихи. Талантливый стоматолог помогал многим. Однако жизнь повернулась так, что однажды он оказался на улице. Он бродил по городу в поисках выпивки, ночевал где придется. Чаще всего вот у этого магазина, именно здесь. Пока он спал, на него напали хулиганы. Облили спиртом и подожгли. Прохожие пытались потушить пламя, вызвали скорую. Мужчину с сильными ожогами увезли в больницу. Однако через три дня, так и не приходя в сознание, 42-летний Андрей Редькин скончался. В настоящее время установлено, что причиной его смерти стали термические ожоги головы, тела и дыхательных путей. Воданному факту органами полиции было организовано проведение доследственной проверки, в рамках которой были установлены обстоятельства, при которых мужчина получил указанные телесные повреждения. И обстоятельства этих всех повергли в настоящий шок. По информации следственного комитета, четверо школьников гуляли рядом с местным рынком. Самому младшему было 7 лет, старшему 13. Среди них была и 12-летняя девочка. Именно она, согласно сообщению ведомства, вытащила успеющего Андрея Редькина бутылку с алкоголем, вылила на бродягу и подожгла. Постоянные обитатели привокзальной территории рассказали нашей съемочной группе, что этих детей видели здесь не раз. Так ходили, то копейку дали, то еще. А, не попрошайничали? Дети, они почему-то именно на него ополчились. Я не знаю, он им вроде ничего плохого не сделал. Пока мы работали, мы отгоняли их. Постоянно отгоняли. Жители Шумихи никак не ожидали такой жестокости от местной ребятни. Многие знали Андрея Редькина еще по старым временам, когда он работал в городской стоматологии. Более 10 лет назад. Он был просто золотой человек, он был очень хороший зубной мастер. Его знала вся Шумиха буквально. Он зубы очень хорошо лечил. В том числе и нам, мы его клиенты. С животными так просто не обращаются, как с живым человеком. Не важно, бомж, не бомж, какая разница-то. Ну, если что-то он сказал плохое, стукнули его, скажем, ну, зачем вот так-то живьем сжигать-то. Двое из этой четверки состояли на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Та самая девочка и мальчик 13 лет. Местные говорят за побег из дома. Однако на момент визита нашей съемочной группы в местное отделение полиции все сотрудники отдела ПДН оказались в декретном отпуске. Те, кто замещает их в должности, отказались давать какие-либо комментарии. Единственное, что удалось выяснить, что подростки живут в благополучных семьях. У девочки нет отца, но мать самостоятельно поднимает троих детей. Директор школы, в которой учатся подростки, также не пошла на контакт. Пояснила, что без разрешения Следственного комитета не имеет права рассказывать о поведении школьников в учебном заведении. Закрывались от камеры даже врачи местной больницы, куда поступил с ожогами первой и второй степени Андрей Редькин. Вся шумиха оказалась в настоящем потрясении. Что послужило причиной столь изощренной детской жестокости, на данный момент разбирается Следственный комитет. А вот кто не доглядел за детьми, выясняет прокуратура региона. Мы будем давать оценку всем органам профилактики, в том числе и по линии полиции, по линии администрации, всем. Там эта девочка же совершила. Как вообще за ней контролировали, надзирали. Человек уже явно был, хоть он и ребенок, но это уже человек. Человек уже явно был не на той дорожке. Поэтому почему все просмотрели. Ну и через родителей будем, и их самих. Но, конечно, это так просто не оставим. Это вопиющий случай.